Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Ford Explorer 2013 года выпуска. Двигатель 3.5 бензин, полный привод, автомат. Пробег на автомобиле 98 тысяч километров. Заменим в двигателе масло, масляный, воздушный фильтр и салонный фильтр. Открываем капот, открываем заливную пробку и поднимаем автомобиль. Маркировка масла 5W20, вязкость прямо на крышке. А теперь поднимаем. Поднял автомобиль и вот он, масляный фильтр спереди у нас стоит. Вкручиваем его. Вкручиваем его. Берем новый. Фильтр беру оригинальный. Моторкрафт FL500S. Заливаю фильтр масла, масло будем использовать Castrol, рекомендованный, который именно для Ford Magnatec Professional 5W20. Номера скажу, когда заливать будем. Берем банку 5-литровую и 1-литровую. Фильтр заливаю, смазываем резинку и закручиваем на место. Фильтр затянул, смою вокруг подтеки масла. Смываю обычным очистителем карбюратора. Ну а теперь откручиваем сливную пробку и сливаем масло. с поддона пробка у нас здесь похоже на 16 не угадал пробка на 15 какая длинная резьба сливаем масло масло слили закручиваем на место пробку пробка с резиновым уплотнителем перетягивать ее сильно не нужно и менять кольцо тоже не нужно смываем подтеки масла опускаем автомобиль и заливаем масло заливаем масло оригинальное оно в оригинале заливается в эти двигателя ford 5w20 именно рекомендованная от кастрол это 5 литровая банка и номер для заказа 151 а 95 выливаем все все масло я всю пятерку вылил и с литровой банки у меня получилось когда заливал 250 грамм масляный фильтр ушло номер для заказа литровой банки 15800 си в данный момент у нас уровень по щупу максимум но сейчас заведем автомобиль после того как заглушен дадим стечь масло и проверим уровень а сейчас мы заменим воздушный фильтр здесь вот снизу на разъеме флажок фиксирующий отодвигаем его назад нажимаем и выдергиваем вот он флажок отщелкиваем защелку одну и снизу вторую снимаем воздуховод поднимаем крышку отводим ее в сторону вытаскиваем воздушный фильтр внутри грязная пыль на сейчас возьмем продуем заткнув воздухозаборник берем новый фильтр новый фильтр фирмы сакура номер его а 17 850 заводим на место поправляем резинку здесь проводку в сторону убрать чтобы не мешало ставим крышку крышка у нас сзади в три направляющих встает вперед в паз опускаем ее вниз все защелкиваем два фиксатора одеваем на место разъем и заталкиваем фиксатор снизу одеваем воздуховод закручиваем хомут а вот теперь идем меняем салонный фильтр открываем пассажирскую дверь открываем бардачок вот у нас с правой стороны здесь амортизатор немножко приподнимаем бардачок и амортизатор как бы рукой конечно неудобно но можно это сделать встаскиваем его назад теперь снизу вот здесь с одной стороны у нас фиксатор его нажимаем вверх и с другой стороны у нас такой же фиксатор его тоже нажимаем вверх бардачок у нас отошел а снизу пальцы я не вытащил поэтому вытаскиваем сначала снизу пальцы вот он один палец вот такой вот и с этой стороны второй палец вот он а теперь вот эти фиксаторы сверху один и второй убираем бардачок у нас бардачок у нас можно снимать вот у нас крышка салонного фильтра у нас фиксатор один снизу вот он и второй вот они два фиксатора ну а теперь фильтр берем поддеваем и вытаскиваем наружу стрелочки на нем стоят наверх фильтр конечно грязненький берем новый новый фильтр мы берем фирмы Сакура ЦАЦ 19250 это угольный фильтр вот такой вот ставлю так же его как и было стрелки вверх заводим на место что-то туговато туда идет хотя по кроссу пробивается он все вставил заводим защелкиваем защелки теперь здесь амортизатор вытягиваем сюда и ставлю ставим на место бардачок камеру пока уберу одной рукой не могу амортизатор достать все амортизатор отдел теперь закрываем и вставляем снизу два вот этих фиксирующих штифта один у нас с одной стороны все фиксаторы снизу я вставил вот беленький один и вот он беленький второй и на этом все салонный фильтр меняется в принципе легко что радует на этом замену масла в двигателе фильтра воздушного салонного и масляного я закончил всего вам доброго